В Московском государственном университете имени Ломоносова в онлайн формате обсудили университетское образование в рамках международного форума. Участие приняли ректоры ведущих российских вузов, главы субъектов Российской Федерации и представители зарубежных университетов. Главными темами обсуждения стали развитие фундаментального образования, образовательной технологии в цифровом мире и воспитательные методы в университетской среде. На форуме выступил и ректор Казанского университета Ильшат Гафоров. Он рассказал о важности изучения когнитивных процессов. Результаты таких исследований играют важную роль в образовательном процессе. К сожалению, образовательная практика до настоящего момента не смогла стать в полной мере доказательной. В отличие от медицины, где выработаны на сегодняшний день четкие научно обоснованные протоколы лечения тех или иных заболеваний, а практикующие врачи достаточно активно вовлечены в клинический исследовательский процесс, особенно сегодня это наблюдается в период пандемии. В образовании же мы, к сожалению, имеем иную картину. Здесь проводится крайне мало прикладных исследований на больших выборках, которые могли бы дать достоверный результат. В качестве примера Ильшат Гафоров привел Институт передовых образовательных технологий Казанского университета. Также он отметил, что одной из задач вуза является развитие метакогнитивных навыков у студентов. На уровне университета мы должны, как мне кажется, компенсировать недостаток саморегуляции и метакогнитивных компетенций. Так, в Казанском университете с текущего года под руководством известного методолога Петра Щедровицкого в рамках обширной программы новых проектов серии образования мы трансформировали традиционный курс философии, который читается во всех институтах университета, в курс технологии мышления. Также Ильшат Гафоров отметил, что очень важно изучать вовлеченность студентов в учебный процесс в эпоху дистанционного образования. В завершении ректор Казанского университета выразил готовность вуза делиться опытом и развивать сотрудничество в актуальных направлениях когнитивной науки и практики. Диана Желенкова, Универньюс.